МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Нечуэши программа «Качество». Сегодня у нас в студии Геннадий Петрович Воронин. Профессор, доктор экономических наук, доктор технических наук и, самое главное, президент Всероссийской организации «Качество». Добрый вечер! Добрый вечер! Геннадий Петрович, о качестве, по крайней мере, в России, мы считаем, что мы знаем все. И в то же время не знаем ровным счетом ничего. Как бы вы могли сформулировать для нас, для всех, понятие качества и, может быть, научить? На что в первую очередь обращать внимание? Вот первый урок качества я получил в раннем детстве в деревне. Дедушка привыкал меня к труду. И вот он делал ульи для пасеки. Как это? Обделывал шкуры, овечьи, чтобы делать кожухи. Делал телеги. И я бы сказал, что все, что он делал, на самом деле, было качественное. Во всей округе знали его ремесло. И никаких рекламаций, если так можно выразиться, не поступало к нему. И он всегда говорил мне, внучок, делай все добротно, чтобы тебя хвалили. Я не думал, что я буду заниматься на финише своей жизни так мощным качеством. Но те заповеди деда я помню. Что говорит народ о качестве? Вот есть определение чисто народное. Вот я его вывел. Народ говорит, качество – это то, что мне нравится. Ну, наверное, так. Потому что есть понятие качество и цена. Мы понимаем, что не может быть суперкачественный товар, если цена его низкая. Ну, это естественно. Да и когда человек покупает, он на самом деле смотрит свой кошелек, смотрит довольно-таки добротный товар и покупает его. И доволен этим. Но если говорить по большому счету, то качество продукции в нашей стране не улучшается. Мне хотелось бы на телевидении сказать, что, ребята, у нас все хорошо. Нет. Нам бы хотелось бы вам поверить. На центральном телевидении идет ряд передач, среда обитания, контрольная закупка. Там показывают эти цифры и показывают этот фальсификат. Ведь какие брачные цифры? Вот смотрите, когда мы говорим, молоко, творог, 40% фальсификат, 50%, некоторые продукты 70%. А это продукты питания из основного списка. Да, конечно. А некоторые 100%. Удивительно. Вот как-то я встречаюсь с главным технологом одного консервного завода на выставке. Она мне рассказывает, как они делают консервы. Хороший доклад. А тут подошел один товарищ и говорит, мы делали контрольную закупку этих консервов. Взяли 10 баночек разного наименования, но на этикетке везде был написан соответствующий ГОСТ. И когда проверили независимые лаборатории, то оказалось, что содержимое не соответствует никакому ГОСТу. Печально, да? Я тогда спросил уважаемого технолога, скажите, ну а как вы можете допускать такой продукт? Она говорит, вы знаете, она призналась честно. Она сказала, Геннадий Петрович, если мы будем делать по ГОСТу, то наш продукт будет стоить в полтора-два раза дороже. А если в полтора-два раза дороже, то, наверное, его покупать не будут. Как бы ответ к задачке подгодяется. Это печальная история, к сожалению. Нет, ну в таком случае тогда вы просто не пишите о том, что это ГОСТ. Будьте честны тогда. Объясните, что это дешевый продукт, сделанный из дешевого сырья. Да, конечно. Потому что ведь есть же действительно дорогие товары. Та же самая тушенка, ГОСТовская настоящая, которая действительно стоит в два, а то и в три раза. Я согласен. Вот это как раз вопрос маркировки. Очень интересный вопрос маркировки. Часто мне задают, говорят, как там, на Западе, что у них-то там. Вроде бы мы знаем, что там более порядочные производители и более качественные товары. Это не значит, что оттуда идет к нам качественный товар. Я сейчас говорю о товаре, который там, в той же Европе, который я там покупаю. А не тот европейский товар, который я здесь покупаю. Это другая песня. Оттуда тоже приходит к нам никак. Это две большие разницы. Две большие разницы. Так вот, если там я купил товар, и производитель обманул меня по маркировке, штраф 300 тысяч евро. А если еще он повредил мое здоровье, я говорю о пищевом продукте, повредил мое здоровье, лицензия закрывается, и на этом все, бизнесу конец. У нас совсем, даже близко к этому нет. Для сравнения, во сколько обойдется? У нас, если это, вот эта же ситуация, мы бы купили, что, ну, я вам пример приведу. Ну, лет 10 назад, Белый дом, премия правительства в области качества. Вручили награды, и после наград, ну, торжественно подняли шампанское, ну, и стояла минеральная вода, Боржоми. Я посмотрел и ужаснулся. Это в Белом доме, в доме правительства, стояла поддельная Боржоми. Вы спросите, а как же я обнаружил? А дело в том, что на каждой бутылке один и тот же номер стоял. Каждая бутылка, она же присылает себе свой номер, да? Там автомат стоит и печатает на этикеточке номер. Там 170, 25, 170, 26 и так далее. А там один и тот же, ясно, что подделка. Я вызвал начальника там хозяйственной части, я говорю, что вы делаете, Белый дом. Шла разведка боем, как говорится, откуда товар взялся, как могли поставить дом правительства. Оказалось, какой-то грузин, и рядом там какой-то магазин, ну, вроде грузин, Боржоми, вроде бы товар должен быть на саду. Но, тем не менее, вода, сода, и будь здоров, провеситься, пейте. О чем это говорит? Давайте задумаемся, почему так происходит? Вот, мы всегда говорим, или часто говорим, что качество – это экономическая категория. Ну, и бизнес об этом говорит, потому что, если качество, вроде бы, то должен прибыль больше получить. Но я на первое место все-таки ставлю, что качество – это категория нравственная. Я сделал вывод просто житейский для себя, потому что, ну, не может нравственный человек делать продукцию, допустим, не по чертежу, не по технологии. Ну, у него нет совести какой-то… И скрывать это, ну, не может. И вот тут возникает, конечно, задачка такого общественного плана. Как мы воспитываем вот коллективы, которые выпускают эту продукцию? Все ли мы делаем? В наше время появилось много всяких систем. Ну, знаменитая система – это система меренцательного качества ISO 9001. Ну, с разной итерацией по годам. Я не буду об этом говорить. Наверное, телезрителям это не очень интересно. Но система… Появилась японская система 20 ключей. Появились такие же международные стандарты ISO 14000, связанные с экологией. Стандарты техникобезопасности, охрана труда. Но вопрос, мы-то это применяем? Я могу сказать одну цифру, очень довольно-таки печальную. На многих предприятиях, как бы мы считаем, вне внедрены системы меренцательного качества, конечно, висят сертификаты. В том числе и международные. Ибо международные организации тоже сертифицируют наши отечественные предприятия. Я могу сказать цифру такую. Из 100 сертификатов, которые висят на видном месте на этих предприятиях, по-настоящему работают, если так можно сказать, 5. А 95 – это все фальшивка. Или они куплены, или просто как бы внедрили, разложили документы на этом предприятии. Документы, которые требуются иметь на предприятии к предъявлению этих систем. И ушли. Это была такая разовая акция. Да, и ушли. А правильная на получение. А народ, который работает, он и знать этого не знает. Я иногда провожу такие эксперименты, когда прихожу на предприятие, иду с директором по заводу. Я говорю, ты молчишь, а я буду спрашивать, как у тебя внедрена эта система. Потому что до этого он мне похвалился, что у него внедрена система меренцательного качества. Идет человек, я спрашиваю, вы откуда? Я говорю, инженер такой-то. Я говорю, вас поздравляю, система меренцательного качества внедрена. Он на меня смотрит такими глазами, первый раз слышит, директор молчит. Я говорю, ты молчи. Идем дальше. Идет другой человек, третий. Не внедрена. Когда она внедрена, все 100% должны чувствовать, что он является той шестеренкой в этой системе, от которого все зависит. Понимаете? Если он не знает, что у него система, то у него нет системы. Потому что он член этой системы. Евгений Петрович, прошу прощения, я вас перебью. Вы буквально на днях проводили мастер-класс. По крайней мере, на форуме вы пообещали его провести. Связано с тем, как за полтора года вы на заводе свели к нулю, к абсолютному нулю все рекламации по качеству. Да. Для того, чтобы это сделать, надо, во-первых, быть амбициозным человеком. Это само собой. И надо иметь команду амбициозных людей. И надо знать, что ты внедряешь. Вот какую ты цель ставишь. Если ты внедряешь 609 тысяч, ты знаешь, что ты внедряешь. К сожалению, когда я беседую с руководителями, с первыми лицами... То есть сама сертификация не может быть самоцелью? Нет, конечно. Когда я беседую с первым лицом, и он мне говорит, что он не понимает этот стандарт, он никогда не будет внедрен. Потому что роль лидера определяющая внедрение любых систем, не только касающихся качества, сами поймете. А есть финансовый менеджмент. Это тоже предприятие, да? Поэтому, к сожалению, роль... Это, может, особая будет передача когда-нибудь у вас, роль лидера. Она очень важная. Потому что каков поп, таков и приход. Роль лидера в системе управления качеством. Конечно. Замечательно. Спасибо вам за идею. Вопрос это номер один. Итак, наш завод выпускал сложнейшую продукцию для кораблей, подводных лодок, радиоэлектронную. Сложнейшая продукция. И, конечно, учитывая большая кооперация, много рекламации шло. И мы молодые. Я был тогда молодым главным инженером такого мощного завода. Мы поставили цель. Ничто мне было рекламации. Если не мы, то кто? И мы начали эту работу. С чего мы, во-первых, проверили всю конструкторскую документацию. Вместе с военными представителями, технологами, конструкторами, с вызовом мощных разработчиков. Мы пролистали все. Исправление было видимо-невидимо. И так довели порядок. Дальше технологическая документация. Потому что рабочий-то работает, инженер работает по конструкции, технологическая документация. Логично, да? То есть всю технологическую цепочку от начала до конца? Я как говорю, от заготовки до упаковки. Отпаралировали, да, как вы говорите. Но это на самом деле нужно было. Мы столько обнаружили вещей. В текучке мы их как бы не замечаем. Потом, по-моему, что-то рекламация приходит. Она придет. Потому что там заложено тот брак, который вылезет где-то уже на финише. Прошли эту эпоху. Но вдруг мы обнаружили такую деталь, что разряд работ и разряд работников не соответствует. Если в чертеже написано, что это, и в технологии, что это разряд работ шестой, а у тебя работник второго разряда, ждать, что это высококачественный продукт, его, вот его, что он делает, не стоит. Ну, не может он этого сделать. Ну, если, конечно, он там не самородок какой-нибудь. Тогда ему нужно просто присвоить шестой разряд? Нет, если он самородок, мы бы сразу разряд присвоили. Нет, это все проверяется. Это элементарно все делается. Ага, и так в течение вот этих полутора лет в свое ПТУ там все мы вытягивали этих ребят. Разряд работы, цель такая, вот это отдельная программа. Разряд работы соответствует разряду работников. Где-то переманивали, что и сейчас делается. Лучших мотивировали, зарплата хороших. И мы их делали всех наставниками. Вот суперработников мы сразу молодежь подключали, наставники, для того, чтобы они их учили. Таким образом мы за это время вот это подтянули. Но есть еще один институт. Мы ввели народный университет на заводе. Ну, спросите сейчас на заводе, где работает народный университет? Ну, народный университет для всех. Где я читал лекции, я где приглашал из политехнического института, профессоров лекции, потому что появляются новые технологии, новые материалы. Значит, появляется новая техника. В каком плане? Ну, тогда пошла автоматизация производства. Автоматизация техники. Значит, ну надо же знание-то нести. Без знаний ты ничего не сделаешь. Это естественно. И я сейчас всегда говорю, когда встречаюсь с руководителями, а какую ты профессиональную литературу читаешь. Если руководитель любого ранга не читает профессиональную литературу, не надо ему быть руководителем. Согласитесь со мной. Иван Петрович, замечательный вопрос. У меня просто вертится на языке. Да. Принято считать, что грамотный менеджер, он везде хороший руководитель, независимо от того, управляет он жилищно-коммунальным хозяйством, культурой или наукой. Вот вы разделяете эту точку зрения? Нет, конечно. То есть, может быть, руководитель качественным, не зная специфики производства, а просто в совершенстве владея управленческими технологиями? Нет, нет, нет и нет. Это я однозначно не потому, что я человек старой закваски. Нет. Я ведь тоже анализирую, смотрю, мне не хочется идти против какого-то течения. Я вам сейчас одну интересную цифру приведу. Как-то проскользнула в российской газете информация. Был анализ такой. Я не помню, какая организация делала. Как долго на одном месте работают топ-менеджеры? На одном месте. И оказалось, один год и два месяца. И что можно успеть взять? Потом он получает золотой парашют, миллиончикик складывает в карман, и идет другую организацию окучивать, что он великий топ-менеджер, вот сейчас он работал там, теперь он сейчас здесь. Но сама цифра, вдумайтесь, что ты, даже если ты пришел вновь на предприятие, что ты можешь сделать новое, за один год и два месяца? Вот этот показатель как раз и поставил жирную точку, что если ты не разбираешься в этой отрасли, не в авиации, в судостроении, в машиностроении, и начинаешь руководить, да, ты можешь финансовыми потоками подвигать, это нет вопросов, экономическая задачка. И может, ты мастер этого. Но для того, чтобы отрасль двигалась, ты должен знать основу этой отрасли. Чем были сильные министры прошлого, прошлого я уж так называю, они все выходцы. Вот все до одного из этой отрасли. Вот я прошел школу от рабочего до министра, не минуя ни одной ступеньки. Это не моя заслуга. Все так. Такова была политика партии правительства в подготовке кадров. Если когда меня спрашивают, какая же главная беда, почему-то у нас вот с экономикой, ну, можно тут 200 бед назвать, да, это, 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 и дороги плохие, там еще, нет. Самая главная беда – это все-таки кадровая политика нашего государства. Она неправильная. Нельзя доверять, руководить сельским хозяйством, если ты ни разу корову в глаза не видел или там в поле не ходил. И так далее, и так далее. Я с огромным интересом послушала ваше, правда, короткое, мне бы хотелось развить эту тему, выступление о том, что однажды вы писали статью, или я не помню, в общем-то, пришлось сформулировать критерии качества управления государством. А, да, это было. Только один. Да. Значит, это удивительная вещь. Меня попросили написать такую статью. Я радостный пошел, думаю, у меня критериев, сейчас их тут нарисую очень много. И уже начал писать, значит, а так уже прикидывал там порядка 200. Мыслей-то много. Но на самом деле критерии качества управления государством. Ну, скажем, масса. А мне позвонили, сказали, ты знаешь, ты напиши один критерий, но самый главный, какой ты считаешь. Уступила творческая пауза. Я думал, как же из этого вот всего выбрать. И потом пришел к выводу, что главный критерий качества управления государством, это какое поколение людей оно готовит к завтрашнему дню. И когда я это озвучил уже потом, я его рассказал, вообще-то правильно. Еще не было человек, который со мной с этим не согласился. Я говорю, ну а кто будет? Вот те недостатки, которые есть во всех областях политических, экономических, они же молодежь будет решать. И если мы подготовим нормальное поколение, то все и получится. Потому что посмотрите, какие баталии идут вокруг ЕГЭ. Ну, естественно, мы же хотим, чтобы мы же на первых местах ходили по высшему образованию в те годы. У нас все учились. И вдруг мы опустились сразу. Мы были самые читаемые, теперь не самые читаемые. Но нельзя, понимаете, все, что было тогда. Смотрите, у нас было ГТО-БГТО, теперь внедряем. И вернули. У нас выкинули из школы военную подготовку, и дети внедряем. Это качественно. И самое главное, должен быть на финише качественный человек. Качественные люди делают качественную жизнь. есть еще у меня такой один тезис. Мой, личный. Я всегда говорю, где бы я ни был, никогда не выпускайте документ постановления правительства, закон, подделу, значит, у вас на телевидении, приказ, указ, не важно что, если он хоть на чуть-чуть не улучшает качество жизни. Согласитесь со мной? Зачем тогда такой документ? Если он ухудшает. Почему? Да? А мы родились для чего с вами? Полностью согласна. Поэтому дорогу осилит идущая. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашим собеседником был Генедий Петрович Воронин. президент Всероссийской Организации Качества. Спасибо за внимание и всего доброго. Спасибо. До скорой встречи, я надеюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова